Исполнение национальных проектов стало главной темой еженедельного совещания в городской администрации. Как доложил руководитель градостроительного департамента Сергей Шанов, строительство детских садов по нацпроекту «Демография» идет в плановом режиме. На Алматинской подрядчик продолжает благоустройство территории и заканчивает внутреннюю отделку помещений. Те же работы выполняют и на Ташкентской, но там процент готовности немного меньше. Глава Самары Елена Лапушкина поручила усилить контроль за исполнением работ, чтобы они выполнялись в строгом соответствии с планом, согласованным с департаментом. Специалист должен там жить, по головам считать, объемы работ проверять и в конце концов некоторые вопросы уже брать на себя и по трубам, и звоните на предприятия, которые обещали, уточняйте. На еженедельном совещании обсудили обеспечение жильем определенных категорий граждан. Среди получивших деньги на покупку новых квартир 8 ветеранов Великой Отечественной войны, 26 тружеников тыла, 51 ребенок-инвалид, 34 ветерана боевых действий и 114 молодых семей. Кроме того, отдельным постановлением удалось получить из областного бюджета дополнительные деньги на покупку еще 61 квартиры для молодых семей. Сейчас люди уже подбирают варианты. Нам сейчас ведется работа с каждой семьей индивидуально для того, чтобы до 15 декабря каждая из них приобрела жилье и мы могли оплатить. Опасений по освоению под данной категорией у нас нет. На совещании подвели итоги летних садово-дачных перевозок. С 1 мая по 27 октября в Самаре работали 29 дачных маршрутов. На линию выходили 60 автобусов. Их число увеличилось по сравнению с прошлым годом. А потому выросло и число пассажиров. В этом году до дач удалось довести около 800 тысяч человек. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.